Итак, всем привет, с вами ТопГейм, а перед началом этого видео я порекомендую вам подписаться на мой канал, потому что на нем выходит множество различных роликов походки, по ним можно учиться, а также других гайдов. Поехали! И мы начинаем видео по батальонам, основным батальонам, не батальонам к одержке, как в прошлом видео. Было очень много в комментариях просьб сделать такое же видео, только вот как раз таки по основным, поэтому мы к нему и перешли. Пожалуйста, прошу обратить внимание на то, что я говорю про ситуацию в среднем, то есть если внезапно на Люксембурге вам очень сильно помогла сверхтяжелая артиллерия какая-нибудь или сверхтяжелая ПВО, то это не значит, что это на каждой стране тоже хорошо. Надо всегда помнить о том, что я говорю в среднем. Также, если вам вдруг что-то не понравилось и с чем-то не согласно, у вас какой-то другой опыт, пожалуйста, делитесь этим с комментарием, можете спорить с другими людьми, только опять-таки придерживайтесь конструктивной критики. Ну а я перейду к самому оцениванию. Оценивать я буду со своего субъективного опыта. У меня достаточно солидный опыт в мультиплеере, достаточно большой опыт в синглплеере. Вот, поэтому со своего субъективного мнения я буду все это оценивать. И давайте начнем с того, какие у нас здесь есть вообще тиры. Забудьте, это то, что в принципе я считаю практически бесполезным. Слабо это то, что я считаю, то вряд ли стоит вставлять это в дивизии. Ситуационные это те батальоны, которые, ну, вполне себе могут пригодиться в некоторых ситуациях. Полезное это что-то, что вы вставляете достаточно часто. И основное это, конечно же, то, что мы вставляем всегда. Да, я думаю, можно основными вполне себе считать каски, потому что, ну, 90% вашей армии будет касками. Во всех играх, условно говоря. Хотя, конечно, какие-то странные у вас может быть немного больше других. Но, тем не менее, каска это основа нашей армии. Поэтому ее обыскать куда-то ниже я считаю несправедливо. И раз уж мы начали, так сказать, с пехотных дивизий, давайте продолжим матризованными. И вот они матризованные, я бы их назвал вполне себе полезными. Потому что это тоже основа нашей армии. Но, но надо учитывать то, что она дорогая. Она, конечно, чуть получше пехоты. Но, конечно же, не все нации смогут себе позволить матризованную пехоту. Тем не менее, на очень многих наций ее можно вполне себе хорошо применять. Она имеет лучшие статы чуть-чуть. Она, конечно же, самое главное, передвигается быстрее. Но, как я и сказал, она дороже. И она требует топлива, в отличие от обычных касок. Куда же у нас уходит механизированная пехота. Она еще дороже. Но она еще лучше. Соответственно, в принципе, она примерно на той же позиции, по моему мнению. Ну, раз уж мы затронули механ, я думаю, можно затронуть механ для высадок. Он, конечно же, идет в ситуационный. Кстати говоря, видите, на сайте немножко обрезаны иконки. Но ничего с этим я поделать не могу. Так вот, они могут быть очень полезны, когда у вас есть экономика. Но вы, как бы, не очень совсем можете пробивать вражеские дивизии. Там хорошо укрепленные позиции. Вы вполне себе можете использовать механ, который помогает, имеет бафы к высадкам. Теоретически, если у вашего противника слабые тихие, он вообще, может быть, даже не будет пробиваться. Но я бы на это сильно не рассчитывал, если вы играете против чего-то более-менее нормального. Тем не менее, это, можно сказать, морпехи, но на максималках. Поэтому я бы сказал, что да, они хороши. И раз уж мы опять-таки завоевали про морпехов, давайте я тоже сюда же их закину. Тоже они примерно находятся на том уровне. Они дешевле, поэтому они, можно сказать, выше. Но они не такие хорошие, как вот эти вот машинки-единицы. Поэтому они, конечно же, ниже. В итоге они остаются на том же примерно месте. И давайте потянем сюда спецвойска. ВДВ. Тоже они ситуационные. Потому что вы чаще хотите все-таки иметь в спецвойсках что-то вот такое. Либо же горнострелков. Вот я их и нашел. Я их все-таки подниму до полезных. И, наверное, вот так я даже подниму еще. Дело в том, что все-таки вот это вы действительно делаете не на всех странах далеко, верно? А вот это, это плюс-минус база, так сказать. ВДВ чуть ниже, потому что, чтобы их применять, нужно контролировать обязательно воздух. То есть сами по себе они каких-то таких больших преимуществ не имеют, кроме статов. Конечно, по статам они все еще превосходят пехоту, но занимают лимит. А вот эти войска имеют именно какие-то бафы дополнительные. Поэтому я считаю их все-таки чуть более полезными. Да, ВДВ очень могут быть сильными в ситуациях некоторых. Поэтому как раз таки они и ситуационные. Я считаю, это достаточно справедливое распределение в итоге. И давайте займемся еще некоторыми интересными войсками. У нас есть велосипеды, у нас есть эти вот регулярные, так сказать, лошади, по-моему. Давайте про них поговорим. Про регулярных лошадей. Я могу сказать, что они в целом неплохие. Потому что они никакие дорогие, представляют собой, ну, нормальные, скажем так, дивизии. Но при этом имеют бафы на разных местностях. Как раз таки для применения в Африке они будут удовлетворительны для бедных стран. Но я бы не сказал, что они будут нормальными для стран, которые имеют хотя бы какую-то экономику. Собственно говоря, наверное, поэтому же я их отпустил бы до все-таки слабых. Да, понятно, что не забудьте, потому что они имеют применение вполне себе. Но даже ситуационно я бы все-таки предпочел бы иметь какую-то более-менее хорошую армию вместо регуляров. Велосипеды примерно из той же категории, только они, насколько я помню, чуть быстрее, имеют, может быть, чуть получше статы. Я редко им пользуюсь, но я помню, что они достаточно дорогие. Они требуют, по-моему, дополнительное оснащение лишнее. Как бы дают за это не так уж и много. По моему мнению, это все-таки не стоит того. И вот я понимаю, что здесь нету кавалерии, хотя я вроде как доставал все картинки из игры. Ладно, представим, что кавалерия есть. И мы помещаем ее на, я думаю, на уровень забудьте. Это первое, что мы сюда закинем. Потому что, объективно говоря, она дороже, она не сильно лучше, у нее есть скорость. Она может иметь время только на каких-то странах, у которых какие-то большие прям бафы к кавалерии. На других странах, конечно, вы не хотите видеть кавалерию. Кроме того, бафается она похуже. Так что кавалерия, я думаю, заслуженно идет в уровень забудьте. Давайте подумаем про следующие броневики. И я бы все-таки закинул их тоже, наверное, в слабые, потому что они, конечно, чуть получше, чем матризованные единицы какие-то. Но это что-то вроде мини, совсем мини легких танков. И, наверное, если вы уже инвестируете во что-то такое бронированное, то вы хотите иметь хотя бы какие-то чуть более интересные вещи. Вроде как раз-таки вот легких танков, наверное. Как-то они выглядят на мой вкус как-то поинтереснее. Честно говоря, я заметил, что я еще вытащил сюда огнеметные единицы, хотя их нельзя оставлять в дивизии. Тем не менее, давайте как раз-таки перейдем к непосредственно нашим танкам, верно? И начнем мы с легких танков. И я думаю, что примерно все вот эти вот 4 единицы легких танков подойдут под одну и ту же стадию, кроме, наверное, ПВО. Поскольку в целом я не вижу большого смысла добавлять ПВО в дивизии, поэтому я бы вот поставил их, наверное, забудьте скорее всего. Потому что слишком сильно перебафывать ПВО в дивизии не слишком много смысла имеет. Добавить просто ПВО в поддержку? Супер, отлично. ПВО в поддержке это S-тир. Но в саму дивизию это занимает ширину фронта, дает не такие хорошие статы. Я бы сказал, мы все-таки в сами дивизии ПВО добавлять не хотим. Есть, конечно, исключения. Есть некоторые виды шаблонов дивизии, где вы добавляете танковое ПВО в танковые свои дивизии, и ими защищаете как раз-таки береговую линию от отражения союзников за Германию. Примерно такой вот есть билд. Потому что, как правило, всегда у союзников будет присутствовать над вами в воздухе, потому что у них просто, говоря, больше военных заводов на авиации стоит. Поэтому я бы, наверное, отнес ПВО вот это сюда. В принципе, наверное, как и среднее ПВО туда же. Наверное, тяжелое вполне себе. Сверхтяжелое ПВО я все-таки поставил бы, забудьте, потому что, ну, вам столько брони не надо. Во мне нет особого смысла делать еще и сверхтяжелое ПВО. Вы можете обойтись чем-то подешевле, я думаю. Итак, а наши вот эти вот легкие танки остальные я бы закинул все-таки по ситуационной, я подозреваю. По той простой причине, что они так себе по сравнению со средними танками. Средние танки не настолько дороже, чтобы жертвовать ими ради легких. Но реально они там быстрее. В каких-то ситуациях легкие танки могут быть вам реально полезны. Но скорость в целом, в среднем, переоснена, потому что на плохой местности, с плохой погодой, так сказать, зимой, вот плохую инфраструктуру, все равно любые дивизии будут двигаться один км в час. Поэтому в каких-то продолжительных боях они бесполезны. Но некоторые ситуации, как раз какие-то, условно говоря, окружения точечные, вполне себе, вполне себе они могут быть полезны. Итак, мы переходим дальше к средним танкам, пожалуй. И я бы все-таки средние танки посчитал чем-то вроде основы. Потому что пушить именно нужно танками. И пушить лучше всего, экономически выгоднее всего средними танками. Тяжелые танки все еще очень хороши, поэтому мы ставим их, вот они, в полезные. Потому что они очень хороши, но они дороже. Они все еще имеют преимущество перед средними в том, что у них много брони. И если вы эффективно можете ее настакать, то, конечно же, щиточек вам очень поможет пушить. Но, объясненно говоря, щиточек сейчас был понерфлен. Раз, два, пробития, в принципе, более-менее можно настакать. Так что я думаю, что танки тяжелые все-таки чуть похуже будут, чем средние. Но, так или иначе, они все очень нужны и они очень эффективны для своей роли. В принципе, я бы сказал, только ими и надо пробиваться. Я думаю, сюда же мы заносим ПТО. Я думаю, сюда же мы заносим средне-танковое ПТО. Потому что все-таки, да, оно на самом деле хорошо. Оно полезно против вражеских танков. Но если вражеских танков нету, то они, конечно, бесполезны. Но, если мы говорим про мультиплеер, то, в принципе, плюс-минус 1-2 батальона ваших танковой дивизии обязательно. И есть, конечно, у нас САУ. Я бы назначил САУ все в ситуационные, вот эти вот. Опять-таки, они чуть потяжелее, они поэтому получше брони. Они сюда могут подойти вполне. И вот эти тоже САУ сюда же. Говоря ПВО, мы тоже все заносим в слабое. САУ ситуационные по той простой причине, что редко ваши танки, в первую очередь, предназначены для борьбы с пехотой. Все-таки, так или иначе, танки должны прорываться. И у них будет достаточный так противопехотной атаки. Кроме того, САУ имеют чуть поменьше прорыва, насколько я помню. Можно отдельно создать в себе какие-то противопехотные танковые дивизии. Но это, как и предполагает название, это уже какая-то такая ситуационная дивизия. Не основная. Основная все-таки танковая дивизия предназначена для... Тоже предполагает сражение с вражескими танками. Потому что враги-то уже делают танки, верно? Ничто так хорошо не пробивает танки и уничтожает танковые дивизии, как другие танковые дивизии. Выношу все огнеметные танки в забудьте, потому что забудьте их, они не бывают в основе. И у нас есть такая нишевая вещь, как танки, которые подходят для вторжений. И я бы сказал, что легкие танки для этого не подходят. Почему? Потому что если вы хотите добавить такие танки в дивизию, то вы хотите получить щиток. Если вы вторгаетесь легкими танками, то, скорее всего, вы не получите щиток. Они для этого не подойдут. Как раз-таки средние танки и тяжелые танки для этого подойдут достаточно хорошо. Я бы даже сказал, скорее всего, именно тяжелые танки вы хотите так добавлять, чтобы получить щиток. Чтобы ваша дивизия могла прям пробиться сквозь какой-то порт Против бота, я бы сказал, это что-то лишнее Но против игроков такие танки солидны, солидны И, как я уже и сказал, тяжелые танки чуть повыше Потому что от танков в таких случаях хотят именно брони увидеть Потому что иначе, ну а смысл танки добавлять дивизию для выстки, если у них нет брони? Тогда можно просто морской пехотой так же высаживаться Это получше в стоимости за единицу, так сказать И можно вот это тоже закинуть в забудьте Потому что, ну, объективно говоря, эти дивизии такой себе Это что-то вроде, по-моему, спавна на Советском Союзе Может где-то еще есть Не думаю, что этим вообще стоит воевать Давайте уже добьем танки Но только перед этим давайте вот эти вот Это тоже плавающие танки, собственно говоря Но, разлитие в том, что вот это отдельное исследование А вот это уже сделаны из именно существующих средних тяжелых или легких танков Добавляются им пропеллеры, по-моему, и они чуть лучше в море работают из-за этого Ну, я думаю, что мы просто отнесем их в ситуационные Потому что это что-то вроде тоже легких танков Но они выполняют свою роль все-таки чуть получше У них по бафам все чуть получше Наверное, так я бы их все-таки отнес Наверное, до слабых они чуть-чуть не дотягивают Они все еще хороши, но только чуть-чуть другие Что ж, у нас остаются сверхтяжелые современные танки Давайте подумаем про современные Туда их отнести И вообще, я бы отнес, наверное, их буквально все в ситуационные За той простой причине, что они открываются очень поздно И переделать всю свою промышленность на современные танки Ну, достаточно дорогостоящая процедура А получите вы за это не так что и много То есть, да, вы бафаете свои танки Но вам нужно начинать их строить заново, условно говоря И реально дорого И, кроме того, переделывать свои дивизии под это То есть, я бы сказал, да, это нужна очень хорошая для этого ситуация Примерно то же самое я бы сказал про сверхтяжелые танки Потому что, да, они... А что вот это за танк? Непонятно, что это за танк Какая-то иконка Если в любом случае сверхтяжи идут тоже сюда Потому что тоже они имеют свое применение Они могут быть очень хороши Потому что их можно не пробивать Если ваши враги как-то очень сильно пошли в пробитие Но вы хотите получить щиток То вполне себе они имеют применение Они на самом деле, да, хороши Но очень-очень дорогие И открываются, как я уже сказал, очень поздно Поэтому, да, они все еще ситуационные Они не слабые, потому что Они за свою стоимость все-таки хороши Но стоимость эта все еще велика И остается у нас вот эта вот поддержка Начнем с ПВО, которую я тоже отнесу сюда Потому что, ну, ПВО в дивизиях все-таки не нужно В моем понимании И перейдем к артиллерии и ПТО И я бы сказал, наверное, артиллерия все-таки основная Потому что у нее много применений в дивизиях Очень много шаблонов имеет артиллерию Так или иначе Потому что она просто дает очень много противопехотной атаки Я бы сказал, в полезные у нас уходит Моторизованная артиллерия Потому что она подороже И не так часто вы моторизованной дивизии добавляете ее Хотя, вполне себе, ну, она тоже хороша там Кроме того, надо понимать, что моторизованные версии Всегда имеют чуть больше прорывов Потому что, в принципе, моторная пехота Имеет больше прорывов, чем пехота Здесь примерно такая же логика А вот уже, я бы сказал Реактивная артиллерия уходит на, наверное, ситуационный уровень Как и моторизованная ее версия Они, в принципе, примерно одинаковы То есть здесь разница все-таки есть, здесь они примерно в том же месте. Потому что они появляются не сразу, они требуют исследований дополнительных, потому что до этого у вас бафов по исследованию на них нет. Ну и они не слишком хороши по статам, чем обычная артиллерия. Они имеют, насколько я помню, больше прорыва в обмен на защиту и больше противопехотных атаки в обмен на противотанковую защиту. В целом, как я и сказал, применение они могут найти, но я лично их не слишком много использую, но они в теории могут быть хороши. Поддержка, так точно, при второй доктрине может быть очень хороша. И остается здесь немного. Вот это можно найти, в принципе, тоже сюда же, потому что она имеет вот эту вот матризованную реактивную артиллерию. В принципе, то же самое, что вот эта по статам, только она имеет чуть больше софт-атаки, то есть противопехотные атаки. И разблокируется она тоже не сразу. Я бы тоже сказал, что это ситуационно. Это может иметь свое применение, но тоже не слишком часто. И остается ПТО. Я бы сказал, что ПТО это все-таки полезное. ПТО, в отличие от ПВО, все еще имеет применение в дивизиях, потому что оно сильно повышает бронебойность дивизии. И, конечно же, противотанковую атаку. А если у вас нет бронебойности, то вы намного-намного меньше получаете, точнее, наносите урона. И что самое смешное, я туда же занесу матризованное ПТО, но оно на самом деле чуть получше. И не просто потому, что оно матризованное, у него больше прорыва. У него на самом деле еще и больше противотанковая атака и пробития, чем у обычного ПТО. Почему? Потому что в исследовании еще дополнительно дается вот сюда, в предпоследнем, как раз-таки бронебойность и противотанковая атака. На этом, я думаю, примерно все. Вот так вот я распределил все эти батальоны Это, как я уже говорил, мое субъективное мнение Вы можете быть с ним согласны, не согласны Я вас призываю, если вы хотите как-то что-то высказать Обязательно высказывайте это в комментариях Можем с вами подискутировать над тем Можете подискутировать с другими людьми Это все, конечно же, только поощряется А на этом мы закончили И если вы еще вдруг не подписаны на мой канал Обязательно подписывайтесь Ставьте лайк под этим роликом Оставляйте комментарии Вступайте в группу Дискорда И до скорых встреч До новых видео